В Москве в понедельник 11 января пройдут трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана, России и Армении Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна. Инициатором встречи стала российская сторона. Ожидается, что стороны обсудят ход реализации заявления по Карабаху, подписанного 10 января 2020 года, а также разблокировку и развитие торгово-экономических и транспортных связей, в частности, открытие Нахчеванского коридора. Впервые после распада СССР может возникнуть транзитный всепогодный маршрут по Южному Кавказу от России до Турции, причем гораздо короче, чем по западному побережью Черного моря. Для России Нахчеванский коридор окажется наиболее короткой автомагистралью в Турцию. Об этом, как передает канал 13, заявил в интервью «Спутник Азербайджан» научный сотрудник Института экономики Российской Академии наук Александр Караваев. Как мы знаем, есть только два наиболее коротких маршрута. Один через Грузию, но он закрывается зимой и перегружен, а второй через Южную Осетию и заблокирован конфликтом, пояснил он. Два новых международных маршрута по железной дороге и по автомагистрали от Азербайджана до Турции, а также сеть прилегающих региональных дорог превратятся в воронку для притяжения грузопотоков с других соседних коммуникаций, а также создадут благоприятный фонд для экономического возрождения пострадавшего региона, уточнил собеседник «Спутник Азербайджан». Караваев напомнил, что Россия имеет грузооборот с Турцией объемом около 20 миллионов тонн в год. Он убежден, что после открытия Нахчеванского коридора часть этого потока сразу перейдет на новый маршрут. Что же до Армении, то, по словам эксперта, после снятия ограничений в торговле, введенных армянским правительством, грузопоток почти сразу может возрасти до 1 миллиона тонн в год. Плюс этого маршрута еще в том, что он короче грузинского и выводит на портовые терминалы в Анатолии и других точках, подчеркнул он. Не стоит забывать и то, что для самого Нахчевана эти дороги также будут иметь огромное значение. Торговый оборот, который будут осуществлять Азербайджан, Россия и Армения, будет выплескиваться в автономии в сфере услуг дорожной эксплуатации. Таким образом, Нахчеван окажется в максимальном выигрыше, как отдельный регион Азербайджана, отметил Караваев. У них может возрасти производство строительных материалов, начнет развиваться туризм. Отдельный небольшой стимул будет и для Нахчеванского автозавода, сказал Караваев. Есть еще и Иран, который получит новые маршруты для доступа на грузинские, армянские, азербайджанские рынки. Таким образом, Тибиран увеличит товарооборот с ЕАЭС, Турцией, Азербайджаном, считает собеседник, спутник Азербайджан. В то же время Караваев отметил, что пока не совсем понятно, по какому маршруту пройдет Нахчеванский коридор. Он, по его словам, может пролегать как вдоль советской железной дороги, которая прежде соединяла Нахчеван с остальной частью Азербайджана, так и по Лачинскому коридору. При этом эксперт не исключил, что дорога будет проложена по какому-то новому маршруту, который будет обсуждаться отдельно. Если говорить о долгосрочном и серьезном развитии, то такого рода магистрали должны доводиться до современного международного уровня, отметил он, добавив, что дорога должна быть четырехполосной и с полным комплексом обслуживания в любой сезон. Если все это будет соблюдено, то, возможно, магистраль даже будет платной. Кстати, сомнений в том, что все это должно быть именно так, нет, потому как данный проект заявлен как проект соединения коммуникаций ряда стран и, соответственно, статус этой дороги будет максимально высоким для региона, пояснил Караваев. В таком случае обе эти дороги, железная дорога и автомагистраль, превратят регион в транспортный узел, способный привлечь довольно крупные объемы грузов, причем произойти это может в ближайший год-два, заключил собеседник Sputnik Азербайджан. ДАВЛАРНЫ НАТРИЛИ ЧИЧЕКЛАРИНИН ТЕРАВВАТИНИ ОЗУНДЕ ЦЕМЛЕЙАН ТАБИИ АРБАЛНЫ СИЗА ТЕКЛИФ ЭДИРИК ТЕБИИТИМИ ИНСАНЛАРА БАХШЕТДИКИ БУ МОІЦІЗАВИ МОСУЛІ ИЛДЕТМЯК ЧЮН ЭКРАНДА ГОРДЮНИЗ НОМРІ ИЛАКЕ САХЛАМАГИНЫЗ КИФАЕДДИР.